С приходом весны каждый крестьянин любовно пашет землю и засаживает ее семенами различных сельскохозяйственных культур. Главная надежда получить по осени хороший урожай, окупающий все затраты. Однако так происходит не всегда. Есть много факторов, влияющих на земледелие. И это не только погодные условия или нашествия прожорливых насекомых, но и, самая главная беда, нехватка или полное отсутствие полиной воды. Именно нехватка воды может поставить подрез земельные наделы отдельных крестьян области ЖТСУ. Фермеры, с учетом прошлых лет, уже сейчас бьют тревогу. О проблемах оригации в области ЖТСУ наш специальный репортаж. Пригород центра области ЖТСУ – это заброшенные бетонные лотки. В них очень нуждаются местные земледельцы, особенно в сезон полива, когда остро ощущается дефицит воды. Лотки нам обещали три года назад установить, но они также на своем месте и лежат. Движений ноль никаких за это время не было. Вот можно посмотреть на канал, что от него осталось, от канала. Канал нужного объема вообще не выдерживает. Потому что нам вот говорят сейчас садить свеклу, но как тут садить свеклу? Вот на этом канале 400 гектар. А тут просто какое-то направление, русло. Вся вода выходит на дорогу. Каждую весну мы ездим по воде на поле, каждую осень мы вывозим урожай по воде. Это канал. Это не канал, это просто направление воды. Нужного объема мы по этому каналу себе загнать не можем на поля. Поэтому надо что-то предпринимать. Своими силами мы тоже это не вытащим. У нас тут у каждого земли по 10-15 гектар. Ну что, там большой техники ни у кого тут практически нет. Поэтому почистить сами не можем. Вырыть канал, установить лотки и сделать нормальную ирригационную сеть государство запланировало и даже выделило средства. Но их, по всей видимости, не хватило. В бюджете нет денег. Компания, которая выиграла этот тендер, сказала, деньги кончились. Все, что нам дали, мы те деньги освоили. Ждите. Третий год ждем. Это ладно наш канал. Верхний канал, главный Чумы, тоже ситуация. Они километр где-то сделали из 10. Нам вообще в 2020 году предложили не садить, так как канала, говорит, у вас не будет. Мы кое-как отстояли, они нам рядом вспомогательный канал прокопали, но он тоже не выдерживает объема. Тем более он новый, вся там половина воды уходит под землю. Мы вот сами смотрели, два с половиной куба мы загоняем от головы, от Чумы. На змеятник на нас приходит меньше половины. Половина воды уходит под землю. Нехватка водных ресурсов из года в год ощущается все сильнее. На дефицит поливной воды жалуются и другие фермеры ЖТСУ. Главная причина, по словам крестьян, плохое состояние оросительных каналов. Многие из них устарели, покрылись трещинами, а во многих местах их вовсе нет. Как итог, почти половина воды впитывается в почву и не доходит до полей. В настоящее время наши все ирригационные системы района, Ескельдинского района, перешли в ведение КАЗ-водхоза. Да, у нас прошел капитальный ремонт всех систем. Межхозяйственных каналов и подающих каналов. Только были проведены земляные работы. И маленькими-маленькими участками были уложены железобетонные лотки, по которым движется вода без потерь. Остальные все каналы остались земляными. Местами гравий близко подходит. И потери воды составляют 20-30 местами и 40%. По словам фермеров, существующая система ирригации района была вполне хорошая. До капитального ремонта. Мы как-то говорили, то, что существовало, если бы было улучшить его, стало хуже. Каналы понарыли большие, подъездов нет. Каждому крестьянину затруднено брать. Поэтому они что делают? Они перегораживают эти каналы. Скажем, дедовским способом дерево валит. Берут эти каналы и пускают воду по своим поливочным арканам. Поэтому надо бы было хотя бы согласовать, скажем, с тем же Казводхозом. Сейчас Казводхоз, скажем, занимается этим. Хотя бы с ними согласовать полностью, где какие подвезти, как бы это сделать. Они, как говорится, это сделали по своей думке. А правильно это или неправильно это? Куда надо было поставить шлюзы? Как надо было провести канал? Есть ли смысл копать этот канал? Может, где-то бетонный канал провести на балл? Может быть, это делают же метровые, скажем, трубы, двухметровые, трехметровые бетонные. Но это надолго. На столетие будет. А когда сейчас в последнее время дефицит воды, дефицит воды, он с каждым годом, я так думаю, будет меньше, меньше, меньше будет. Мы будем испытывать дефицит воды. Филиал по Житусусской области республиканского государственного предприятия Каз-Сушар проблемой занимается. Обещает отремонтировать ирригационные сети частично, поскольку затраты на полное улучшение поливной системы области очень большие. На них финансовых средств не хватит. Например, вся ирригационная сеть Алакульского района составляет 1262 километра. И чтобы провести капитальный ремонт и забетонировать каналы где-то 450 километров, по сегодняшней стоимости нужно 18 миллиардов тенге. Для только одного района и то не полностью, а меньше половины всей ирригационной системы. Только тогда мы можем без потерь доставить воду крестьянским хозяйствам. Выход есть, утверждает депутат Сената парламента Республики Казахстан Закиржан Кузиев. Совместно с правительством, министерствами сельского хозяйства и экологии они предлагают начать реализацию нового пилотного проекта по восстановлению ирригационной системы страны. Восстановить сегодня все ирригационные системы и так далее. Сегодня нет столько денег у государства. Но тогда мы говорим, давайте так, давайте мы посчитаем, сколько у нас денег есть. Если у нас не хватает на республику, давайте сделаем область. Если не хватает на область, давайте сделаем один район или один поселок. Но мы в законченном цикле это сделаем. Вот сейчас что происходит? Мы в этом районе 2 километра строим, в этом районе 3 километра строим и так далее. То есть эффекта мы не видим. Вроде бы деньги затрачены, а эффекта нет. С такой ситуацией сталкиваются фермеры по всей стране. В Казахстане насчитывается 3,5 тысячи оросительных каналов. Но больше половины из них, по данным специалистов, устарели и нуждаются в ремонте. Вдобавок, с каждым годом сокращается объем воды, поступающей в нашу республику из соседних стран. Развитие водных ресурсов стало вопросом национальной безопасности. Все эти 30 лет эта проблема идет. И сегодня наши крестьяне устали от этого, что всегда проблема с водой. Посмотрите, сейчас в мае месяце начнется полив. Начнутся у нас везде нехватка. А каждым годом нехватка воды. Поэтому здесь вопрос должен подойти комплексно. И мы сегодня этот вопрос поднимаем. Я думаю, что в ближайшее время будет результат. Тогда как в Казахстане поставлена задача в перспективе увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Она вытекает из необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны в условиях довольно быстрого увеличения численности населения. Но при этом с учетом грядущего нарастания дефицита воды нужно добиться существенного на 30% снижения ее расходов на ирригационные цели. А значит, жизненно важно внедрять водосберегающие технологии. Решение этих и других проблем потребует помимо всего прочего усиления, а где-то и создания заново мощного кадрового состава гидротехники. Все это позволит ликвидировать дисбаланс между потребностями водного хозяйства и успешно решать проблемы отраслей.